Ла Бадена! Привет, друзья! В этом видеоролике я решил записать такие вещи, что нельзя делать в Литве. Почему хочу записать этот видеоролик? Потому что некоторые люди приезжают в Литву, и они начинают вытворять здесь какую-то дичь, либо они начинают делать какие-то вещи, которые в их стране считались привычным делом, а в Литве, например, такие вещи запрещены, иногда даже запрещены законом, и за такие вещи, может быть, даже какие-то штрафы бывают. Поэтому я решил записать такой видеоролик, и я думаю, эта информация будет актуальна для тех людей, которые собрались ехать в Литву. Неважно, в туристических целях или для проживания. Первый пункт, ребята, это запрет на распитие алкогольных напитков. В Литве алкогольные напитки нигде нельзя пить, то есть нельзя их пить на подъезде, нельзя их пить где-то во дворе, например, где-то на какой-то лужайке, где-то на берегу реки, на берегу озера, то есть нигде нельзя пить. Пить можно только у себя в квартире, у себя в частном доме, у себя во дворе частного дома, либо, например, в кафе. Можно пить алкогольные напитки. Во всех остальных местах пить нельзя. Еще, конечно, исключение дополняет такие случаи, как, например, пить алкогольные напитки на какой-нибудь спиртной выставке, то есть где проводят дегустацию каких-то алкогольных напитков. Вот там еще можно пить. В остальных, во всех местах пить алкоголь в Литве запрещено. Еще, конечно, исключение составляют такие вещи, как ярмарки. То есть в Литве проводятся иногда ярмарки, например, такая, как Казюкос. То там, на Казюкос, ты можешь, конечно, выпить и Глинтвейн, и вина горячего, то есть там можно выпить. В остальных местах, ребята, нет, нельзя. Следующий пункт, ребята, это то, что нельзя за рулем ездить пьяным. И здесь я хочу сказать, что если вы нарушите этот пункт, то у вас будет не административная ответственность, а именно уголовная. То есть вот такая вот пометочка у вас появится, если вас обнаружат пьяным за рулем. Поэтому с этими вещами в Литве лучше не шутить. И если вы выпили, то лучше наймите такси, либо позвоните другу с машиной, чтобы он вас довез. В принципе, в Литве почти все соблюдают эти меры, но иногда, знаете, полиция все-таки ловит пьяных людей за рулем. Но здесь с ними, знаете, не чикаются, здесь сразу им головку шьют, и все, и больше они таким никогда не занимаются. То есть отбирают у них там права и так далее. А также еще хочу обратить внимание на один такой случай, что в Литве даже на велосипеде запрещено ездить пьяным. Потому что не так давно был случай, что мужчина пьяный ехал на велосипеде, и приехала полиция, то есть его остановили, и тоже там ему штраф сделали, тоже там в суд его потащили и так далее. То есть это все здесь в Литве не шутки. То есть если вы будете пьяными, люди обязательно это заметят, позвонят в полицию, и полиция быстро приедет и с вами разберется. Поэтому никогда не садитесь пьяными за руль в Литве. Следующий пункт, ребята, это то, что в Литве нельзя разговаривать по мобильному телефону, когда ты едешь за рулем. И помимо этого нельзя разговаривать по телефону, когда ты пешеход, и когда ты переходишь в пешеходный переход. То есть когда ты переходишь в пешеходный переход и говоришь по телефону, то тебя вполне имеет право остановить полиция и за это дело наказать. А также в Литве запрещено ездить в автобусах без билета, и это очень жестко тоже наказывается. Поэтому если вы едете на автобусе, то лучше заплатите за проезд и не пытайтесь проехать зайцем. А потому что в Литве кондукторов нету, и некоторые люди заходят, и у них появляется соблазн. То есть когда тебя никто не видит, то ты думаешь, что я сейчас проеду и не заплачу. На самом деле бывают рейды, и ты подъезжаешь к остановке, забегают контролеры со всех дверей. То есть если ты подъехал к остановке, и там стоят контролеры, то ты уже не сможешь никак выбежать из автобуса. То есть тебя все равно поймают, и тебя накажут, оштрафуют. Поэтому ездите всегда с билетами. И также еще существует второй вид наказания. Это когда люди покупают, например, билет на 30 минут, а сами едут, например, час или дольше. То есть если вы собрались ехать где-то 40 минут, то лучше купите сразу часовой билет. Иначе вас могут тоже поймать на рейде, и то есть вы заплатите штраф. Следующий пункт, ребята, это то, что в Литве нельзя шуметь. Шуметь можно с 7 утра до 7 вечера. После 7 вечера шуметь нельзя. Если ты будешь шуметь, то любой твой сосед может втихую вызвать полицию. И когда приедет полиция, то тебе выпишут штраф от 50 до 300 евро. Под шумом я подразумеваю громкую музыку, либо ремонт в доме. Особенно я подразумеваю громкую музыку, потому что я знаю, что, например, кто живет в России, или, например, в той же Украине, Беларуси, то там, в принципе, включить музыку громко вечером, это ничего такого необычного, и, в принципе, никто за это даже не пожалуется. В Литве ребята пожалуются, обязательно пожалуются, поэтому лучше громко музыку в Литве не слушайте. Следующий пункт, ребята, очень важный, и этот пункт относится ко всем людям, которые хотят ехать в Литву из стран постсоветского пространства. Этот пункт касается нацистской и советской символики. Здесь в Литве запрещена и советская, и нацистская символика. Ее запрещено носить, ее запрещено показывать, а разрешена она только в антикварной торговле, либо в каких-то художественных просветительных целях, либо в музеях. В остальных случаях носить или показывать советскую и нацистскую символику запрещено. Если в Литве вас кто-нибудь поймает с советской символикой или с нацистской символикой, Под советской символикой я подразумеваю даже, например, какой-то значок с серпом и молотом, либо какую-то наклейку, например, где серп и молот и какая-нибудь звезда изображена. То есть, если вас где-нибудь поймают с такой наклейкой или с таким значком на кофте, то вам грозит административная ответственность, штрафы, либо даже вас могут депортировать из Литвы и отправить в ту страну, из которой вы, например, сюда приехали. Также хочу рассказать вам один пример, одну историю, которая произошла в Литве. Один мужчина ехал на автомобиле из Беларуси в Литву и он проходил таможню. Свою белорусскую таможню он прошел без проблем, но когда он переехал на уже литовскую таможню, то литовские таможенники обнаружили, что у него на автомобиле наклеена красная звезда, на ней изображен серп и молот и написано спасибо деду за победу. А также там еще был такой георгиевская ленточка там была. То есть, таможенники литовские его остановили и сказали, либо ты сейчас разворачиваешься и едешь обратно в Беларусь, либо мы тебе предлагаем эту наклейку оторвать. То есть, прям при нас ты ее оторвешь и поедешь дальше. Чем закончилась эта история, я не знаю, но вот такой вот инцидент был. На территории национальных парков стоит соблюдать все правила поведения. Обычно в национальных парках стоят такие таблички и там конкретно расписано, что там можно делать, а что нельзя. Чаще всего запрещено разводить костры, мусорить, ставить палатки, срывать цветы, травы, а также запрещено шуметь и пугать птицы, животных. С кострами в Литве вообще очень строго. То есть, костры можно разводить только в специальных местах. Обычно эти места оборудованы, то есть, есть такие выложенные круги из камней. И то есть, в центре этого круга только ты можешь разводить костер. И то иногда бывает, ребята, что даже если вы видите такое место, то лучше у кого-нибудь поинтересоваться, можно ли разводить здесь огонь или нет. Потому что, например, это место мог сделать кто-то, кто был до вас. То есть, кто-нибудь нелегально положил камушки, развел костер и уехал. А тут вы подъехали, увидели это кострище и решили тут же развести огонь. И могут вас оштрафовать, потому что, ну, тех людей, например, кто-то не заметил, а вас заметят и вас оштрафуют. Поэтому, прежде чем разводить костер в Литве, лучше подождать, чтобы кто-нибудь рядом проходил или проезжал и спросить у этого человека, можно ли здесь разводить огонь. Еще хочу здесь рассказать вам одну интересную историю. Дело в том, что я подписан на одного литовского блогера. Он путешествует тоже по Литве и у него блоги на литовском языке. Я иногда смотрю его блоги, но смотрю не ради путешествия, а ради того, чтобы просто послушать литовскую речь. Так вот, этот блогер, он в своих путешествиях иногда разводит костры, иногда рыбачит, иногда плавает на байдарках. И ему однажды позвонила полиция не так давно, и он записал об этом видеоролик. Полиция позвонила ему и сказала, что они в его видеороликах заметили нелегальные действия. И они ему перечислили видеоролики, сказали, на какой минуте это происходит. И они сказали ему заплатить штраф, что в одном ролике он разводил не в том месте костер, в другом ролике он рыбачил и не купил рыбацкий билет, в третьем ролике он срубил два вот таких дерева и построил из них шалаш. И то есть за все вот эти действия полиция по телефону ему перечислила и сказала, чтобы он заплатил штраф. Он сказал, что хорошо, штраф я заплачу и так далее. То есть для меня эта ситуация была очень удивительна. Я не знаю, кто на него, наверное, кто-то пожаловался. Может, пожаловались хейтеры. Может быть, его просто смотрел сам полицейский. То есть сам полицейский смотрел его ролики и, может быть, заметил, что вот эти вот действия ему позвонил. Но, тем не менее, его нашли, ему позвонили и он сказал, хорошо, я заплачу все эти штрафы. Поэтому, друзья, будьте аккуратны с этими действиями в Литве. Следующий пункт, ребята, тоже очень интересный. В Литве даже в барах, в кафе, ресторанах и в других общественных местах запрещено курение. То есть даже в кафе вы не можете закурить сигарету. Курить можно только в строго отведенных местах. Обычно они помечены такими знаками, либо это идут прям такие стеклянные будки, в которые ты заходишь и там куришь. И там такая идет надпись «Руки Мовета», то есть место для курения. Такие прям знаки идут. Вот только там можно курить. И еще один интересный факт, то что с 2021 года курение запретили даже на балконах. То есть в своей квартире ты не имеешь права выйти на балкон и курить, потому что твой запах будет подниматься либо на верхний балкон, либо спускаться в нижний балкон или боковой. И любой сосед может позвонить в полицию, пожаловаться, и к тебе приедет полиция и тебя оштрафует. А также, соответственно, уже давным-давно, то есть нельзя курить и в подъездах, и на подъезде. Но вот с 2021 года теперь нельзя и на балконах. Если хотя бы один твой сосед пожалуется на то, что ты, например, курил на балконе и до него донеслись запахи, то штраф тебе будет от 30 до 60 евро. Следующий пункт, ребята, и это последний пункт. В Литву запрещено ввозить лекарственные средства из каких-то стран третьего мира. К этим странам также относится и Россия, поэтому будьте внимательны. Если вы там возьмете какой-то парацетамол и поедете в Литву, то вас могут остановить на границе и либо не пустить, либо оштрафовать, либо еще что-нибудь другое. Поэтому прежде чем ехать в Литву с какими-то таблетками, желательно обратите в службу миграции Литвы и спросите, можно ли эти таблетки ввести на территорию страны. То есть там нужно спрашивать, но, знаете, большинство вещей сюда завозить нельзя. Также нельзя и из Литвы вывозить какие-то лекарственные средства в страны третьего мира. То же самое, ребята, их нельзя отправлять по почте. Поэтому будьте внимательны, эти дела здесь в Литве тоже наказуемы и штрафы составляют от 30 до 200 евро. И на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, обязательно напишите комментарии. Может что-то я сказал где-то неправильно, или может быть я еще забыл что-то сказать, что запрещено в Литве. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Висогяро Эки.